Оказывается, ходить полезнее, чем бегать, но только в случае, если это делать правильно. Научиться этому можно на занятиях скандинавской ходьбы. Я вот, например, уже учусь. А что из этого получится, увидите сами. Бодро, весело и с пользой. Именно так в спортивном парке имени Ларисы Лазутины ежедневно проходят занятия по скандинавской ходьбе. Возраст значения не имеет. Главное желание быть здоровым и счастливым. У пенсионерки Татьяны Ивановны такого желания хоть отбавляй. Каждый день с 9 утра она на ногах и в парке. И так уже четвертый год. Скандинавская ходьба стала стилем ее жизни. Сначала мы один раз в неделю занимались. Потом мы убедительно попросили администрацию, чтобы нам выделили еще один день. Вот теперь бы надо, наверное, взяться за третий день, чтобы была равномерная нагрузка на всю неделю. Потому что ничто так не укрепляет наше здоровье, как скандинавские палки и в этом лесу замечательные. Татьяна Ивановна занимается ходьбой в любое время года и при любой погоде. Занятия продляют жизнь ее сердцу и суставам. А вот Нина Федоровна ходит по-скандинавски уже 11-й год. Палки для ходьбы подарил сын. И теперь каждый день с своей подругой Натальей они проходят по 5-6 километров. Говорит, что не представляет жизни без ходьбы и леса. Это увлечение изменило ее жизнь к лучшему. Мы стали себя чувствовать бодрее, лучше. У меня болели ноги. Теперь я вообще чувствую себя хорошо. И душой, и телом. Как признается Наталья, скандинавская ходьба в буквальном смысле поставила ее на ноги, а также помогла обрести новых друзей и позитивные отношения к жизни. Не буду называть свои проблемы здоровья. Ну, у меня стали подниматься руки, стали ходить ноги. То есть это действительно помогает всему нашему телу. Этот вид лечебной физкультуры позволяет задействовать до 90% мышц нашего тела, особенно мышцы спины и плечевого пояса. В этом смысле спортивная ходьба существенно выигрывает по сравнению с бегом. Чем хороша еще ходьба? Тем, что мы себя не перетруждаем. Например, при беге человек может не остановиться. Он будет бежать и не чувствовать, что он устал или что он дает большую нагрузку на сердце, например, непомерную для него. А скандинавская ходьба, она все это умеряет. Здесь при правильной технике ноги дополняют руки, плечевой пояс дополняет друг друга, пресс также работает. Поэтому нагрузка очень хорошо распределяется. Проводят занятия опытные тренеры. Они обучают тонкостям и технике скандинавской ходьбы. Вот некоторые из них. Правая рука, левая нога. Ставим палку. Палка должна выноситься на уровень рукопожатия с ребенком. Ну вот для простоты и понимания. Где-то вот на такой уровень мы выносим палку. Именно с проработки вот этих вот даже базовых простейших движений, то есть просто потренироваться. Вынос. На земле вынос. Вынос руки. Распрямляем. Вынос. Распрямляем. Мое первое занятие, а я уже кое-чему научилась. Оказывается, скандинавская ходьба очень удобна. Главное, что я поняла, нужно держать осаночку, стремиться вверх и правильно дышать. Например, на каждом шаге первым вдох, а на каждом последующем выдох. Кстати, скандинавская ходьба отлично подойдет всем, кто хочет похудеть. Она сжигает энергию в полтора раза больше, чем обычная прогулка. Но для этого ходьбе нужно уделять не меньше часа в день. И тогда подтянутое тело, крепкое здоровье, отличный иммунитет и всегда приподнятое настроение вам гарантированы. Влада Шишова, Роман Ивановский, телекомпания Одинцова.